В эфире итоговая информационная программа о студии Алены Куклевой. Здравствуйте! О событиях этой недели расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Сосновый бор и вопрос строительства очистных сооружений на нефтезаводе. Николай Любимов ответил на вопросы журналистов. Новый бренд города понравился звездам отечественной эстрады. За ВДВ! Слава! 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 Расплескалась синева. День ВДВ отметили в столице воздушно-десантных войск. И еще в Рязани поймали серийного веловора. Загорелся автомобиль. У одной пенсионерки живут сразу 25 котов. А спортсмены перенимают опыт у японских мастеров боевых искусств. Очередная уже четвертая пресс-конференция с исполняющим обязанности главы региона. В среду Николай Любимов встретился с представителями местных телевизионных, радио, интернет и печатных изданий. Пресс-конференция длилась больше часа. Журналисты успели задать около 30 вопросов. Несмотря на количество наболевших и обсуждаемых тем в регионе, первым вопросом стало обсуждение бренда города. Так сильно новый логотип возбудоражил общественность. Чем больше людей к этому подключится, тем, наверное, будут взвешенные оценки. Но, честно скажу, не всегда, наверное, необходимо обсуждать всенародно, прямо всенародно, то, как, допустим, вам вылечить зуб. Понятно, моя идея, нет? Иногда к этому должны подходить профессионально, чаще всего. То есть люди, которые занимаются маркетингом, люди, которые занимаются живописью, люди, которые занимаются дизайном. То есть, ну, у нас не все на это способны. Экологическая ситуация в городе сложная. О необходимости установки очистных сооружений в Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, говорят, уже давно, но ни сроков, ни что будут представлять для себя эти сооружения, по-прежнему неизвестно. Какие средства и в какие сроки будут выделены на реконструкцию очистных, ну, конечно, должны сказать, я думаю, представители самой компании, потому что за них мы просто этого сказать не можем. Но я уверен, что процесс идет, потому что мы встречаемся, мы об этом договариваемся. И насколько он будет быстрее запущен после того, как проектная смертная документация пройдет экспертиза, зависит, конечно, от руководства. Ну, мы будем просить у них, конечно, чтобы они этот процесс ускорили максимально. Вопросы журналистов касались и здравоохранения. Говорили о сроках окончания строительства корпуса больницы скорой медицинской помощи. Также в некоторых районах области и вовсе нет автомобилей скорой помощи. Нам обещают, и это должно в скором времени состояться, 23 новых автомобиля скорой помощи выделить. Конечно, и Спасский район тоже не обойдем мы в этом отношении, выделим дополнительные машины. И снова сосновый бор. По словам любимого, проверки законности строительства на территории санатория продолжаются. Подробности правоохранителям по-прежнему не разглашают. Сосновый бор – это такая вещь, которую действительно нужно контролировать. И в ближайшее время город уже нам обещал по проекту ПЗЗ, правила землепользования и застройки, утвердить для того, чтобы точно было ясно, что здесь строить нельзя. Или можно строить, допустим, в каких-то уже пригодных для этого границах, но строить с определенной этажностью. Будет ли сохранен за комплексом статус лечебно-оздоровительного учреждения? Об этом Любимов говорил еще в начале июля. И выживет ли сам санаторий? Эти вопросы пока остаются без ответа. И еще немного про бренд города. Интернет-пользователи продолжают оставлять негативные комментарии по поводу нового логотипа. Тем временем, новое оформление, которое предложили разработчики, понравилось звездам отечественной эстрады – Кристине Арбакайте, Марку Тишману, Ане Нетребко и другим. Известный фотограф Владимир Широков разместил на своей страничке в Инстаграм одно из видеопрезентаций, которые отметили артисты. Элитные войска на этой неделе отметили 87-ю годовщину со дня основания. День ВДВ по традиции отмечают с размахом в столице воздушно-десантных войск. Я и моя коллега Анна Ерцовская побывали в эпицентре праздника. За ВДВ! Слава! 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 2 августа – для них особенная дата. День, когда можно встретиться с боевыми товарищами. Десантники в голубых беретах и тельняшках заполнили улицы Рязани. Главное торжество – на площади Победы. Здесь и те, кто уже отслужил, и те, кто представляет элитные войска сегодня. У меня отец – десантник. У меня всю жизнь я хотел стать десантником, поступить. Я единственный из своего поселка, кто идут по династии своего отца по военной службе. Прошедшие все и все, готовые ко всему. Мы гордимся, что находимся на славной Рязанской земле. Первые в воздухе и первые на земле. И никто, кроме них, действительно так свой праздник не отмечает. За Россию! За наши ВДВ! Никто, кроме нас! Никто, кроме нас! Никто, кроме нас! Почему никто, кроме нас? Объясните, как дочь десантника. Ну, потому что только мы молодцы. Никто, кроме нас, не спасет мир. Мы прилетим на вертолете, с парашютом прыгнем и спасем мир. За ВДВ! Здоровья десантова! Всех благ! Здоровья семье и всем удачи! С днем ВДВ! Никто, кроме нас! Ура! Купаться в фонтанах. Откуда эта традиция пошла, нам так выяснить и не удалось. Как, впрочем, и увидеть сам процесс. Вы сегодня купаться в фонтане будете? Нет. Сегодня нет. А когда будете? Я думаю, в следующем году. А почему вы сегодня в тельняшке и в трусах? А почему в трусах? Почему в трусах? В шортах? Потому что жарко, лето. Но в тельняшке, потому что десантник. У десантника главное сердце в голове, сердце в душе. Душа в сердце или сердце в душе, у кого как. И голова на плечах. В фонтане будете купаться? Нет. Почему? Запретили? Нет. Это не для десантников. Правильные десантники, они не купаются в фонтанах. Они просто культурно отмечают свой день с семьей. Откуда такая традиция у десантников купаться в фонтанах? Это никому еще не известно. А вы будете сегодня купаться? Навряд ли. Навряд ли. Мы уже вышли из этого возраста. У нас немножечко другая культурная программа, поэтому до фонтанов мы не дойдем. Вместе с крылатой пехотой, это еще и название музыкальной группы десантного училища, спели политики и главные правоохранители региона, расплескалась в синева, песня, которую наизусть и знают все. Синевою наполнять парашюты. Помимо выступлений артистов, традиционно десантники демонстрируют свою самую крутую и боевую технику. Особо интерес она, конечно же, вызывает у детей. БМД, БТР, Ракушка и Тигр, парашютные системы. Сфотографироваться с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении воздушно-десантных войск, смогли все желающие. 87-я годовщина со дня образования ВДВ проходила шумно, музыкально и патриотично. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась под маргельским подесантным законом. Традиционно представители крылатой пехоты отмечают праздник и на площади Маргелова. Здесь они собираются, чтобы увидеться с друзьями, поздравить сослуживцев, прокатиться кортежем на ретро-автомобилях и почтить память павших товарищей. В этом году День ВДВ вновь проходит отдельно от Дня города. Именно 2 августа. Я считаю, что нельзя совмещать, это отдельный праздник. Он должен отмечаться так, как сейчас он отмечается. Должны присутствовать те люди, которые болеют душой за ВДВ. Мне однажды задали вопрос и сказали, что такое десантное братство. Я думаю, у всех десантников есть один отец, Василий Филиппович Маргелов. И мы все его сыновья, и поэтому вот это нас объединяет. Среди собравшихся есть настоящие ветераны ВДВ. Василий Лыков служил, затем преподавал в войсках и в Рязанском училище ВДВ. Он отметил, что десантные войска сейчас развиваются во всех сферах. Собственно, по технике ВДВ, это так называемая ракушка. Это новый бронетранспортер или боевая машина десканта. Учебно-материальная база, конечно, здорово. Особенно взять вот этот селецкий наш учебный центр в Сельцах. Это там целый комплекс, город. Там от парашютистов-десантников до подводников готовят. Так что в этом плане жизнь идет. Так что России есть чем за себя постоять. Далее все собравшиеся отправились в путь до авиабазы Дягилева на ретроавтомобилях. Это американский «Виллис», который был реконструирован Валерием Москвитиным, капитаном ВВС в отставке. Еще одна машина, восстановленный ГАЗ 63-го года. Два года восстанавливался, сейчас выглядит как новенький. У этой машины есть своя история. Машина служила в десантных войсках. Это машина маркировки ГАЗ 69, аббревиатура РХ. Это бывшая связь. Здесь раньше стояли станции. Осуществлялась связь. Андрей, как и Валерий Москвитин, занимается реставрацией старинных автомобилей. Они по кусочкам собирают машины, находя старинные чертежи, чтобы современное поколение, в том числе и дети, смогли не только увидеть машины, но и прокатиться на них. По пути до Дягилева все три ретро-автомобиля, передвигавшиеся кортежем, приносили массу эмоций окружающим. Одобрительные сигналы проезжавших мимо машин и фразы «Слава ВДВ» раздавались со всех сторон. Друг мой, полетной части по авиации, летал вот именно на этом самолете Ту-16, бомбардировщик, в качестве штурмана, он штурман был, капитан, Володя Герасимов. Они фотографировали Чернобыльскую аварию. Но им не сказали, что там радиация очень сильная. На низкой высоте летали, много раз летали, раз, два, три, четыре, фотографировали. Именно этот самолет теперь стоит в Рязани, а десантники подчеркивают свою неразрывную связь с ВВС. Без них ВДВ, конечно, проблематично. Поэтому мы и чтим тоже ВВС, без них никуда. На этом тур по городу, конечно, не завершился. И наши десантники отправились дальше посещать памятные места. Поздравляем всю Россию с праздником из столицы ВДВ. Слава ВДВ! Египет! Ура! 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 Ярко и необычно завершился день ВДВ. На парковке у одного из торговых центров автомобилистам выстроились внегласный символ десантных войск – парашют. Подсвеченный фарами автомобиля рисунок с высоты птичьего полета смотрелся впечатляюще и переливался от включенных аварийных сигнализаций. А на улице Грибоедова в четверг автомобиль загорелся по-настоящему. Владелец машины рассказал, что сначала машина стала дымиться. Позже под капотом появилось пламя, и мужчина стал его тушить. Полностью справиться с возгоранием ему помогли очевидцы. На место прибыли спасатели и полицейские, которые помогли убрать машину с дороги. Причины возгорания пока не установлены. Владелец автомобиля сообщил, что перед задымлением у него перестала работать педаль сцепления. На улице Новаторов провалился асфальт. Это уже примерно девятый провал дорожного полотна в городе с начала лета. Насколько глубока проблема на этот раз, расскажет Валерий Седов. Не может прижиться асфальт на земле Рязанской. На этот раз он провалился на улице Новаторов. И все бы ничего, ямка совсем маленькая. Таких в нашем городе не счесть. А бывалые водители видели похуже. 20 сантиметров в длину и 15 в ширину. Но есть другая проблема. Яма хоть и небольшая, но глубокая. Энтузиасты нашлись и уже накидали туда несколько палок, пытаясь измерить ее глубину. Мы же сделали это с помощью рулетки. И вот результат. Около полутора метров. Из-за глубины ямы ее тут же огородили дорожные службы. По словам ремонтников, узнать причину провала на данный момент невозможно. Также и сложно понять, какой урон она сможет нанести дороге. Зато каждый водитель не упускает возможности остановиться и взглянуть на новый провал. Хоть и такой небольшой. Такими темпами скоро вся Рязань провалится под землю из-за стыда. В Рязанской области убили 13-летнего ребенка. В Сарайском районе на обочине дороги нашли труп девочки. Первой версией гибели было дорожно-транспортное происшествие. Но при осмотре тела выяснилось, что ребенок истек кровью после ударов ножом. По предварительно установленным данным, вечером 1 августа неподалеку от села Жолобово Сараевского района между подозреваемым и проезжавшей мимо него девочкой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес множественные ножевые ранения с повреждением внутренних органов, вызвавших массивную кровопотерю, от которых девочка скончалась на месте, а подозреваемый с места преступления скрылся. В результате грамотно спланированных следственных действий и проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции практически в течение нескольких часов была установлена причастность к совершению данного преступления 36-летнего жителя Ухоловского района Рязанской области, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В Дашковой песочне трехлетний ребенок выпал из окна. Инцидент произошел утром в среду на улице Новоселов. Предварительно причиной происшествия назвали неосторожность родителей. Мальчика с переломом грудной клетки доставили в больницу. Напомним, это уже не первый случай в области, когда дети из-за невнимательности родителей выпадают из окон. За 2017 год из-за невнимательности родителей и нахождения некоторых из них в состоянии алкогольного опьянения пострадали 12 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Необходимо отметить, что уже в июле этого текущего года уже достигнут уровень 2016 года, когда произошло 10 несчастных случаев и 10 детей пострадали. Летальных исходов не было. Кражи велосипедов в Рязани стали масштабным бедствием. Любителей прокатиться на велосипеде летом с каждым годом все больше. Вместе с тем не дремлют и нечисты на руку товарищи. Полицейские задержали серийного велосипедного вора. В конце июля в полицию поступало много сообщений о кражах велосипедов, припаркованных у торговых центров Рязани. Однако сотрудникам полиции удалось задержать вора. Им оказался 23-летний житель сибирского региона, который приехал в наш город в отпуск. Злоумышленника удалось задержать благодаря свидетелям и записям с камер наблюдения. Также этот мужчина причастен к краже в двух сотовых телефонах и трех тысяч рублей. Все украденные велосипеды вор перепродавал в короткие сроки. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции напоминают жителям города и области, что необходимо внимательно следить за сохранностью своей собственности, велосипедов, денежных средств и ценных вещей. Не оставлять мобильные телефоны, кошельки, сумки и автомобили открытыми и без присмотра. Не проходит ни дня, чтобы в редакцию телекомпании не обратились рязанцы, столкнувшись с бытовыми трудностями. То там, то здесь текут крыши, рушатся стены, не решаются проблемы с канализацией. Валерий Седов добивается того, чтобы об этих неприятных историях услышали не только телезрители, но и сотрудники управляющих компаний, ответственные за эти дома. Проблема в сфере ЖКХ – одна из самых распространенных по всей стране. Жители нашего города хотя бы раз дообращались в управляющие компании по различным вопросам. Правда, положительного результата добиваться удается не всегда. Проблемы домов Наразина и Ленинского комсомола схожи. Оба построены в 88-м году и в обоих регулярно прорывают канализацию. Причем продолжается это на протяжении почти 30 лет. Про соответствующий запах можно не говорить. Жильцы скорее выберут прогулку во дворе, нежели провести время в собственной квартире. На улице Ленкома дверь в подвал даже не запирают. Из-за запаха внутрь точно никто не полезет. Наша съемочная группа также не рискнула. Тем более, два дня назад в интернете появилась видеозапись, явно сделанная смельчаком. На видео хорошо видно суть проблемы изнутри. Прорыв канализации происходит настолько часто, что в голову закрадываются мысли о неисправности самой конструкции труб. Насколько я помню, тоже давно, по-моему, или с ЖЭО мастера, или еще кто-то приходили. Короче, они сказали, так объяснили вот эту ситуацию, что якобы, когда вот этот дом сдавался, что трубы, вот этот канализацион, который там проходит, не соответствует тому диаметру, какой должен быть. То есть, если сейчас там это делать, это надо весь дом полностью ремонтировать. Я не знаю, доживем мы до этого, когда подойдет этот капитальный ремонт или нет. Что-то я сомневаюсь. На улице Разина отвратительный запах распространяется только из одного угла дома. В дальних подъездах он не чувствуется. Нам рассказали, в чем суть проблемы. Проблемы у домов схожи. Управляющая компания заявляет, что на все заявки жильцов они реагируют своевременно. А в частых прорывах они обвиняют не только состояние труб, но и самих жильцов. По словам представителей ЖЭО, люди часто избавляются от ненужных вещей, смывая их в туалет. Видимо, пора вводить уроки пользования канализацией. Но в домах нашего города проблемы связаны не только с канализацией. На улице Кирпичный завод целое общежитие находится в состоянии антисанитарии. Больше всего жильцов беспокоит состояние труб водоотведения, постоянная сырость и те, кому эти условия для жизни подходят больше, чем людям. Кров жильцы этого дома делят с крысами. На данный момент у меня есть маленький ребенок. Выпустить даже в коридор не могу. Почему? Потому что, ну сами понимаете, в душ сводить, чтобы ребенок искупаться, тоже не могу. Потому что все с потолка как бы капает. Меры, то есть как бы да, мы звоним, постоянно звоним в нашу управляющую компанию, для того, чтобы устранить, допустим, там, ну, кран поменять, там, с туалетом проблемы. Просто игнорируют. Просто-напросто. Ну, так и живем. Управляющая компания сообщила, что в скором времени жильцы получат ответы на все волнующие их вопросы. А пока людям остается соседствовать с настоящими крысами. Здесь бы пригодились кошки, из-за которых страдают жители дома на улице Интернациональной. Обитают они в квартире номер 167. А хозяйка за ними совсем не ухаживает. Кошки тоже содержатся в плохом состоянии. Один раз там кого-то уезжал, у нее есть дочь. Дочь попросила, чтобы кошку покормила. И вот дочь с моей сестрой ходили кормить. Прямо открывают дверь, кошки все голодные. Сразу на них напрыгивают. На этот, там, чуть их не разодрали. На такой мешок все бросили. Корм отразодрали. Кошки давай есть. Они быстро пошли, потому что находиться невозможно. Соседи уже разными способами пытались бороться с ужасными запахами. Но ни к чему это не привело. А службы города пытались попасть в квартиру вместе с полицией. Но женщина не всегда открывала им дверь. Одного взгляда на внешний вид двери достаточно, чтобы увидеть следы этих попыток. Не открыла она и нашей съемочной группе. Роман не первый год обращается в различные инстанции. Но ответы не всегда положительные. Правда, службы города заявили, что очень быстро реагируют на все заявления жильцов. Проблемы во всех этих домах различные. Но итог всегда один. Несмотря на многочисленные заявки, проблема так и остается нерешенной. И хоть управляющие компании докладывают о решении проблемы, жильцы продолжают страдать. И понять, кто прав, кто виноват, в этой ситуации не так-то просто. И, наконец, к добрым темам. В эти дни в Рязань со всей страны съехали спортсмены и инструкторы по направлению традиционных японских единоборств. Мастер-класс для приверженцев восточного искусства боя проводит японский мастер. Пообщалась с ним и побывала на необычной тренировке Ирина Ковалева. Страна восходящего солнца по праву считается родиной многих восточных единоборств. Именно поэтому опыт общения с японскими мастерами бесценен для российских спортсменов. Мастер Акадзаки Хирота в наш город приезжает уже в четвертый раз. Так что со многими спортсменами он знаком лично и высоко оценивает уровень их подготовки. За те годы, которые мы встречаемся, проделана большая работа. И рязанские спортсмены, которые занимаются нашими боевыми искусствами, достигли больших успехов. Все занимаются очень серьезно, увлеченные на мастер-классах. Они стараются получать максимум знаний и информации. Даже за несколько мастер-классов сложно чему-то научить. Но благодаря тому, что проходят они с определенной периодичностью, мастер планомерно обучает российских спортсменов определенным элементам, в том числе и работе с оружием. Сай, тонфы, бо – все это участники со всей страны привезли с собой. Кто-то, чтобы совершенствовать свое мастерство, а кто-то, чтобы познакомиться с кабудзюцу – искусством владения оружием. Помимо рязанских спортсменов, большинство из которых занимаются в Центре японских единоборств при РГУ имени Сергея Есенина, на семинар приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Перми, Ставрополя. По словам участников, ради такого опыта они готовы ехать не то что в Рязань, но и в Японию. Кстати, Павел Швец из Ставропольского края был в стране восходящего солнца уже 10 раз. Так что добраться до Рязани ему не составило труда. И несмотря на то, что Павел, как и многие участники мастер-класса, уже удостоился права носить черный пояс, он уверяет, всем им есть чему поучиться, особенно у такого мастера. Получив черный пояс, ты только понял, что ты только начал учиться. Только. Черный пояс – это не конечная фаза. Это только ты соприкоснулся, только открыл дверь того мира, где нужно учиться. А учиться очень много. То есть сейчас, очередной раз приехав к мастеру, я понял, что то, что я знал, я ничего не знаю. То есть я только начал учиться. Я снова открываю для себя карате. Приехал на мастер-класс Акадзаки Хирота и специалист по карате ВКФ, телеведущий, мастер боевых искусств Николай Коровин. На протяжении 10 лет он снимал документальные фильмы о мастерах боевых искусств. И в связи с этим произошло его знакомство с Акадзаки Хирота в 2008 году в Токио. Это мастер энциклопедических знаний, который обладает уникальной техникой. И в самых различных областях, не просто карате, а бой голыми руками, он владеет оружием. Вот железные трезубцы сай, деревянные тунфа, это рукоятки мельничных жерновов, нунчаку, бо, шест. Он знает огромное количество техник, прекрасно владеет самурайским мечом катаны, школа мугайрю. И поэтому, конечно, к такому сенсею, это как, знаете, к животворящему источнику в жажду припасть и напиться кристально чистой холодной воды. Это очень здорово. Сегодня пообщаться с Акадзаки Хирота можно было в рамках пресс-конференции. Ну а после он продолжил свои мастер-классы, на которые попасть мог любой желающий. Продлятся семинары до 5 августа, ну а в октябре уже рязанские спортсмены отправятся в Японию. Фестиваль «Небо России» состоится уже в начале следующей недели. Уникальное соревнование на воздушных шарах, 40 пилотов и красивейшие виды с высоты птичьего полета ожидают рязанцев в ближайшее время. Погрузиться в сказку и застать невероятное зрелище смогут рязанцы и воздухоплаватели. Впервые в истории фестиваля в Рязанской области состоится чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Ни для кого не секрет, что именно Рязань является основателем традиции проведения воздухоплавательных фестивалей. 40 экипажей из 12 регионов страны в этом году в течение недели будут проплывать над рязанской землей. В соревнованиях регион представят Александр Маврин и Владимир Ермаков. Но не стоит забывать, что кроме спорта, фестиваль – это еще и как всегда волшебное зрелище. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области, а также в социальных сетях. 8 августа ровно через неделю в Монастырском саду возле Рязанского Кремля в 18 часов откроется фестиваль «Небо России-2017». Ночное свечение шаров и полет на фоне Кремля и заката. Пропустить такое недопустимо. Вадима Конопкина сегодня знают как создателя многих известных в Рязани логотипов, в том числе и эмблемы, которая была символом нашего города на протяжении многих лет. Однако выставка «Этюды о нравах», открывшаяся в ломбардном доме Центра финансовой поддержки, позволяет познакомиться с другими графическими работами этого художника. Иллюстрации к двум романам Анареда Бальзака, Урсула Меруэ и воспоминания двух юных жен Вадима Конопкина уже выставлялись ранее на многих площадках, в том числе и во Франции. И никто не думал, что они настолько гармонично вольются в небольшой выставочный зал ломбардного дома Центра финансовой поддержки. Здесь в окружении старинной мебели, предметов быта и искусства 19 века, они будто бы оказались дома, в родной им атмосфере. Такого эффекта не ожидал и сам художник. Я не ожидал, что они так вписались, потому что мне на человеке казалось, ну, выставляться в ломбарде. Значит, это... А меня просто вот ребята, ну, давай, 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 давай. Сами поехали ко мне в мастерскую, привезли работы там, вот, и помогали вешать, и вроде бы там чуть-чуть повесить, но все-таки это определенный труд. Потом, когда повесили, я прям сел, я не мог, вот, долго сидел, смотрел, получал удовольствие. Поздравить художника с открытием пришли многие, в том числе и коллеги по цеху. Все они как один заявляли, работы Вадима Конопкина, имеющие душу, глубокий смысл и индивидуальность, несли свою эстетскую нотку в оформлении этого зала. Кстати, выставиться здесь художнику предложил генеральный директор Центра финансовой поддержки Владислав Харькин. По его словам, ломбард – это, конечно же, в первую очередь инструмент, с помощью которого человек быстро может получить необходимые ему средства под некий залог. Однако, на сегодняшний день свою главную задачу Владислав Николаевич видит в том, чтобы сделать ломбард более клиентоориентированным. Сделать так, чтобы людям удобно, комфортно и интересно было к нам приходить сюда. Не только удовлетворить потребность в финансовых условиях очень быстро, но и получить какую-то дополнительную информацию, дополнительные вещи. Может быть, приобрести что-то, что другие люди принесли в качестве залога и потом не выкупили. И это может быть очень интересно на самом деле. Действительно, ценителям прекрасного наверняка будет интересно просто посмотреть на старинную мебель, предметы искусства и, возможно, приобрести вещи с необычной, долгой историей и яркой индивидуальностью, которые привнесут в интерьер любого дома нотку утонченной старины. Именно с этой целью в этих стенах открывается уже вторая и наверняка не последняя выставка работ рязанских художников, которыми также можно не только любоваться, но и приобретать. Мы хотели бы, чтобы это был постоянный процесс, чтобы мы имели возможность знакомить людей, жителей нашего города, жителей других городов, в которых мы открываем свои торговые точки, знакомить их с людьми искусство, дать возможность им беседовать. А людям искусство дать возможность реализовывать их произведения, которые они создают. Потому что не секрет, что те, которые создают люди, картины, какие-то еще предметы, они не очень хорошие продавцы, как правило. То есть они люди творческие, им интересно создать, но зарабатывать им тоже каким-то образом надо. Мы бы очень хотели, чтобы наши ломбарды, наш ломбардный дом был такой площадкой для общения между потенциальными покупателями предметов искусства, тарины, антиквариата и теми, кто реставрирует эти вещи, создает эти вещи. Сегодня ломбардный дом Центра финансовой поддержки – это центр, где функционирует комиссионный магазин, работают эксперты по оценке, проводятся аукционы, социальные акции и подобные выставки продажи. Кстати, помимо самих работ Вадима Конопкина, посетители ломбардного дома на Первомайском проспекте, дом 33, могут приобрести вот такие авторские открытки, глядя на которые так и хочется их подписать и отправить по почте. Ну а у тех, кому посчастливилось получить автограф автора, вполне возможно, в руках оказался будущий антиквариат. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы желаем вам хороших выходных и до встречи в понедельник. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok